Упаковываем ее так, чтобы она была предсказуема на каждом участке холста, чтобы не было скользких мест и не было слишком густых и не было слишком сухих. У нас очень рыжее пятно архитектуры. Начинаешь вот такими горизонтально-вертикальными линиями насыщать идею архитектуры. Архитектура это вертикаль и горизонталь. Накидала для отражений вот эти пятна и запустила их в висячку. Разжижила, ой, разбелила. Уже и то и другое. Оба цвета. И первоначальный, и рыжий. И создала идею, можешь уточнить его. Нет, уже не архитектуры, а облаков, которые там зависли. Вот эти светлости облаков. И их закидала. Не надо его рисовать. Не надо. Здесь можно нарисовать, во-первых, лужи, во-вторых, количество в себя добавишь. Это могут быть тротуары, уходящие вдаль тротуара. То есть не обязательно лужи. То есть девушка может идти по кромке тротуара. Может быть он будет чуть дальше, и тогда ей будет легче по кромке идти. Когда ты наберешь пятно, ты возьмешь мастехин и чуть-чуть подчертишь рисунок архитектуры. То есть когда живая окраска, в ней легко чертить что-либо. Оно может даже красивее быть, потому что будет нечаянности. То есть не обязательно, чтобы оно идеально соответствовало тому. Вот смотри, это же по-своему красиво, хотя здесь нет тональности, правда? Да, но оно красиво. А здесь скорее всего и деревья, наверное, да? Или что-то такое? Скорее всего это просто пятно. Но выглядит как деревья, хотя может быть это и есть деревья. Но там может быть за этим зданием какие-то? Можно, скорее не за этим, потому что это... За вот этим? Нет, там не может быть таких высоких деревьев. Это скорее всего у вас есть стволы, или отсюда деревья вышли. Ну, деревья здесь красиво будут разлучать. Не знаю, есть они там или нет, но будет красиво. Так что вот прямо в этом подчертишь рисунок, который потом будешь наполнять. Светлостями и темностями, да. Причем будешь еще смотреть, где тюкнуть, а где не тюкать. Может быть вот здесь тюкнуть, а здесь оставить бледно. А мы что-нибудь так будем смотреть по цельству. Очень будет нарядное пятно. От машин, да, вот эти вот звучики от машин. От их фар. То есть оно будет в несколько раз наряднее, чем освещенность дальних. И вот от них уже будут прямо висеть вот такие. Ну, а сами машиночки мы с темным красненьким пятном. Только коричневым себе поддави, а как? Красно-оранжевым пятном. Вот они будут, эти машиночки. И у них вот такие будут глазики. Не торопись так пестырить. Так, что это за подходящий? Подходящий этот большой. Тебе нужны геометрии. Если будет только вот эти вот полосочки, червячкообразные, то не будет ощущения геометрии. А геометрия она и в вертикалях, и в горизонталях. Вот такая она. Согласна? Да. Так же, допустим, и в этом месте. Во-первых, под карнизиком потемнее. Во-вторых, смотри. Вот такие укладки формируют идею колонн и геометрии. То есть вырезаем тоже от мастихина, но и создаем вот от того, что ты взяла полукруглый мастихин. У тебя очень много кругловатых линий, а там как раз очень много нарочитой геометричности. Если уж ты сюда зашла с тональностью, то тоже, смотри. Причем, смотри, что я сделал. Почти штрих-код, да? Вот такое легкое состояние укладки. Лепкое. А это перспектива вот туда должна, да, уходить? Да. Здесь у тебя облако. Вот здесь у тебя башеночка. Вот здесь у тебя облако. Ладно? Вот здесь башеночка. Облако желательно. Там красивое облако стоит дать. Даже вот эти пятна не пустое дать. Да? Да. Хорошо. Там, по-моему, деревья тоже стоит дать под пятно. Это что-то деревья, да, типа? Ого. Такой дряблый, да? Если этот, смотри, если этот геометричный, то этот дряблый. И не забывай вот про эту возможность. Смотри, большим мастихином. Не полукруглым, а вот этим. Про вот эти возможности. Не забывай. Смотри, какие хорошие пятнышки, да? Мозаичное звучание. Лужистость очень быстро станет выглядеть лужей. Можешь ее сильно поддерживать, эту лужистость. Даже если ты планируешь, допустим, понакидать вот этих нарядностей, то сначала ты можешь положить вот эту лужистость, а потом уже дать эти более активные звучки. Ну, чтобы все время сохранялась разница между надводим и подводим. Очень кричащие пятна. Эти пятна не должны перекликивать огонечки, которые ближе к нам. Это же просто освещенная стена. А они уже по степени яркости равны источникам света. Чего быть не должно. Ладно? Угу. Обратите. Поэтому затоптать все, что стало слишком активным. Затоптать, затоптать, затоптать. Успокоить до, с пониманием того, что это рисуется. Это рисуется освещенная стена. Не бликующая, не источники света. Хорошо? Угу. Успокоишь. Здесь у нас, несмотря на геометрию, мутно и списывается с этим мощным пятном. Чего у тебя одна башенка выше другой? И чего такие высокие башенки? Смотри. Они приземистые несколько. И вот эта часть барабана приземистый, а дослый как раз вот та часть. Поэтому переставишь и, соответственно, опустишь. Ты чувствуешь, да, что это не то? То есть вот эта часть приземистая, а башенка помышлая. Хотя, в принципе, это может быть и так. Нет. Красиво именно вот так. Если ты хочешь, чтобы это узнавалось, а в данном случае это будет очень уместно, то красиво будет так. Желательно, чтобы мазок не был полосат. Когда ты будешь топить эти кричащие звуки, полосатость сбить. Хорошо? Угу. Ну, здесь очень много цвета. Ты пока выполняй задачу. Угу. И посмотрим, к чему придет. Не обязательно вычерчивать все на своем пути. Даже там они не вполне различимы. То есть там есть некоторая мглистость пятна. То есть не все так вычерчено, как ты понаставил. Согласны? Смотри, там нет этого четкого чертежа. Есть геометричность, но нет чертежа. Именно стена. То есть это стена. Поэтому плосковатое звучание его, этого пятна. То есть крупные сегменты стены. Мутно и чуть освещено. Мутно и чуть освещено. Мутно и чуть освещено. Смотри, как там красиво взлетели облака и даже какие-то осколочки. Смотри, помочь им чуть-чуть. Смотри. И помнишь, мы с тобой обнаружили, что там даже диковатые два пятна, вот эти, как бы тоже облака, но прямо диковато, пусть тоже появится. И вот это мощное пятно диковатое пусть появится. А уж оно все заслонено вот этим деревцем и тоже можешь с веществом, смотри, с веществом. Не обязательно здесь вот таким же темным, но вот так, к силуэтам, к этому пятну желательно. И смотри, такое ощущение, что это мозаичные, только крупные мозаичные лоскуты, правда? То есть не реп, а мозаичные лоскуты. Потому что ферло намного лечит. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Пожар, да? Причем можно даже вот эту границу еле-еле различить. То есть сделать ее, знаешь, когда дождь идет, он бьется с каплей, в том числе и вверх. То есть вот такая появляется, вот такая текучесть появляется у всего. Фигура будет сделана коричневым и розовым сначала, а потом дополнена синьками. Вот таким образом ее можно уточнять. Вместе с отражением, да? Вместе с зеленцем. Вместе с плотком или шарфом. Как его назвать? А потом плюс голубой к этим. И у нее появится совсем иное звучание, но в то же время солюзное с голубыми пятнами. И тоже вот с таким глянцем, смотри. Вот с таким глянцем. То есть как бы, как будто крупный кусок этого смальты. Зон тоже можно дать с некоторым колебанием для того, чтобы возникла идея... О, суши. Вот смотри, вот иди сюда. Иди сюда, посмотри. Вот перед нами стоят люди на разном удалении. Ты видишь, что головы у них все на одном уровне, а ноги на разном. Запомни эту историю раз и навсегда. Поскольку мы смотрим с высоты человека, и все люди тоже с высоты. Если мы встанем туда, будет все наоборот. Если наши головы... Но в этом случае все головы практически на одном уровне, а ноги на разном. У тебя... Все на голову. Нет, в середине этого. Поэтому, если у тебя фигурка здесь, то головочка у нее минимум вот здесь. Если мы... Ну то есть вот высота головы, вот высота нот. Поняла? В самую середину, может быть... Как эту пропорцию понять? Как вот, чтобы она действительно была... А ты можешь даже... Голова ты знаешь, на каком уровне. Попробовала ноги здесь? Не, недостаточно. Посмотрела фигуру так. О, а так интереснее. Фигура где-то ближе, где-то как-то вот волнительнее. Или наоборот, удалила фигуру вообще далеко-далеко. Так, допустим, фигура еще дальше, вот где-то здесь. А голова все равно будет там, да? На этом уровне, да. Поехали. Это вот стоит запомнить. Это как бы и так видно, но мы еще слабенькие. И то, и очевидные вещи не видим. Здесь же очевидно, да? Чтобы голова на одном уровне, ноги на разном. Что касается ног. Хорошо их укладывать вот по такой траектории. По вот такой. Тогда они невольно круглятся. Ты согласна? Еще девушки, в данном случае девушка идет немножко ровно, да? А вкуснее, когда девушка идет вот так. Поэтому ноги лучше собрать здесь в некое целое пятно. И просветик будет только вот в этом месте. И вот высокие сапоги. Вот это место. Оно по окружности фигуры, да? То есть если насквозь. Поэтому здесь чуть ниже, там чуть выше. И даже есть некая ступень складочек. То есть что, складки пошли вот такой змейкой. Она там несет торбу в руках. Я думаю, она какая-то. Вот. А лучше, чтобы она несла, чтобы у нее на плече была элегантная сумочка. А ручка пускай уходит вперед куда-то. Да? Ширину вот этого места тоже можно отредактировать. Тонкость ног желательную сделать. Рукавчик. Даже просто вот чирка, царапки хватило, чтобы обозначить. Вот отражение от нее. А вот эту перспективу? Мне кажется, не стоит ли делать здесь этот забор? Лучше пусть стоят деревья и за ними прозрачно. Смотри. Чем если это будет какой-то забор. Вот деревья стоят один за другим, тоже уходят их ноги в перспективу. Ну, в принципе, может на этом месте быть фигура. Так что, если хочешь вот мужскую фигуру, а мужская фигура, вот наоборот. Чуть сутуленько. Прям спортивный, может, сразу костюм. Ничего не надо. Просто ничего не надо больше. Какой-то капюшончик там. В карманах руки. Да, руки в карманах. Спортизный мальчишка такой. Да? Вот она поверхность. Еще когда. Я пыталась там машина. Да, да, я понял. Ну, смотри. Это слишком было. Не, не, не. Вот я их сейчас сбил. И им стало лучше. Им стало лучше. Ну, да. А теперь я снова чуть-чуть их уточню. Но уже не так агрессивно, как было. А так очень приблизительно. И вот одна машиночка чуть вышла вперед. Она из двух частей, да? Угу. Плюс у нее есть отражение. Ой, ей темно. Угу. И ее глазки. Можно чуть-чуть дать освещенности на крыше и на капоте. Призывали заказа и получи гречку. И получи гречку со скидкой 61%. И еще пять уникальных предложений для ценителей гречки. Аценись с вот пазы кема, подпишись первой на свет, качественной маратуре. Аценись с вот пазы кема. И получи гречку со скидкой 61%. Понятно, да, какая идея? Да. Вот. Обычно в городах есть рядочки фонариков. Тоже говорит о городской инфраструктуре. То есть это, да, как-то их? Может быть, да, и есть. Да. Может, я занизил задней сети в чем-нибудь? Не, наверное, не. О, тоже прикольно. Ну, а этот, наверное, не стоит делать. Кого-кого? Ну, в тротуарчик или что-то оба. А, ну, можно, конечно, не делать. Ну, в принципе, тут они как бы идут. Не обязательно, ага. Да. Сейчас попробуем дать какую-нибудь кабинетку. Уходящая в перспективу, да? Уходящая в перспективу. Давай. Слишком мы уже эти кустами облака обложили. Чуть-чуть уступим. Такой московый тут характер тоже интересный. Хорошо, ага. Не обязательно дальше. Все раздавливать. Ага. Тоже красиво. Так. Так. Тут я бы эту дырку безоблачную сделал. Ну, чтобы облако было повисшим. Так. Оно списалось немножко. В том числе, да. Мне вот еще хотелось сюда вот этого добавить. Вот этого темнотинки не надо. Сюда темноты? Нет. Не сюда. Вот сюда вот. Вот этой темноты чуть-чуть нет. Или она не нужна. Не кажется ни к чему. Ни к чему. Ну, замечательно. Здесь темное пятно, которое компенсирует темность и верх. А можно здесь оставить до завтра? Конечно. Раз подсохнуть. Ага. Вот эта бахрамистость края чуть-чуть. Ой, ну. Все-таки раздавится. Ну, бахрамистость. Нет. Вот то, что они там прямо такими лоскутами, красиво. Я прорыв сделал. О, смотри. Такие куски. Да. Ну, сама идея письма-то понятна, да? Угу. Да нет, ну, когда вредно, то все понятно. А ну, вообще все понятно. Вообще. И думаешь, вот это часть. А когда что-то нарисуйте, вообще-то, знаете, как понятно. А потом, возможно, шпатель этот, и поймешь, как это делать. Не, ну, я потом приезжаю, подобные рисунки, когда здесь что-то это самое. Чуть-чуть, чтобы какая-то волна этих складок появилась. Не слишком приезжая. Ну, мурло еще то, да, идет. Нет, вообще супер. Вот то, что надо, не надо. Ничего. Ты тоже не знам. Ладно. Спасибо. 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 у. Продолжение следует...